Девочка-пай Мир вам, настал общение час Мир вам, и мы приветствуем вас Мир вам, пусть будет слышен смех детей Мир вам, и больше радостных дней Мир вам, сердца пусть будут добрей Мир вам, вы не судите людей Мир вам, и вашим близким, и друзьям Мир, братья, сестры, вам Мир вам, братья, сестры, мир вам Так же просто вы говорите Всем друзьям Мир вам, мир с любовью, счастья И здоровья мир, братья, сестры, вам Мир вам, и пусть Господь вас хранит Мир вам, пусть крепче дом ваш стоит Мир вам, пусть крепнет вера каждый час Мир вам, пусть враг отступит от вас Мир вам, мы говорим в этот час Мир вам, не дух покинет пусть вас Мир вам, конца не будет вашим дням Мир, братья, сестры, вам Мир вам, братья, сестры, мир вам Мир вам, так же просто вы говорите Всем друзьям Мир вам, мир с любовью, счастья И здоровья мир, братья, сестры, вам Мир вам, братья, сестры, мир вам Мир вам, братья, сестры, мир вам Так же просто вы говорите Всем друзья Мир вам, друзья Мир вам, мир с любовью, счастья И здоровья мир, братья, сестры, вам Мир вам, 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 братья, сестры, вам Пели мы вместе с солистом, с Вадимом Качкаревым эту песню Проговаривая слова Слова, которые Текст, который написан на основании Речи Иисуса Христа, обращенного к ученикам Пели, но такое ощущение, как будто Все хорошо, все спокойно Хлеб, масло, помазанный медом Запиваем вкусным виноградным ароматным соком Все хорошо, все спокойно Или нет? Наверное, первый раз я этот псалом Прослушал и пропел Не с ощущением мира на сердце Покоя Который так хотелось Создателем этой песни Вложить, да, в основание этой песни Поешь И вот какая-то несостыковочка Между тем, о чем поешь И то, что, в принципе, в ваших Высказываниях за эту неделю Все высказали Мы здесь, но нам нехорошо Некомфортно Потому что Неспокойно И слова Иисуса Христа Записанные в Евангелии от Иоанна 14 Главе в 27 стихе Мир оставляю вам Мир мой даю вам Не так, как этот мир дает Я даю вам Да не смущается сердце ваше Да не устрашается Как-то не ложится на сердце И Того желанного покоя Мира, гармонии Почему-то Не вселяет По крайней мере Оставляет некое Волнение Хотя Как тут успокоишься Когда вот Те известия Те последние события Которые мы Вспоминали сегодня С вами Они не дают Этого мира Войны Одна за другой Одна еще не закончилась Другая уже Назревает Или начинается В политическом мире Пожары С какой стороны бы не дул ветер Все ровно Пахнет дымом Дует отсюда Пахнет дымом Что-то горит В этой стороне Ветер поменялся Дует с этой стороны Опять Пахнет дымом Потому что горит Все вокруг горит Наводнение Дождя Нет 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 Все высохло Все что посеяли Выросло чуть-чуть И засохло И вот За несколько часов Налило годовую норму Конечно же Бедная земля Иссушенная Не может это все поглотить И уносит все Вместе с животными С домами С машинами С людьми Болезни Одна за другой Одна за другой Болезнь Только тогда кажется Полегче Когда появляется Следующее Более страшное Более тяжелое Не знаю Может быть Не совсем кстати Будет эта История Или байка Из интернета Которую я Буквально сегодня Услышал Но она Очень тонко Подмечает Суть Этого Высказывания Некий автор Пишет Проснулся я В поту Ночью От сна В котором Вижу себя В 2021 В 2021 Году Летом Жара Убийственная Землю Охватила Кишечная Пандемия Сидим Сидим В памперсах Обсуждаем И говорим А все таки В масках В 2020 году Было легче Грустный Анекдот Грустная байка Но она Так тонко Отражает Суть То что было В прошлом году Мы уже не так Остро реагируем Или остро Чувствуем А вот то что сегодня Так надоели Эти маски Но вы знаете Чем дальше Тем больше И молодых И более старшего Возраста людей Я вижу в этих Масках Несчастных Потому что Мы видим что Нет-нет И это реальность Которая Накрывает нас Уходят Близкие Родные Люди Которыми мы дорожим Которых ценим Которых нам Так не хватает И эхом отдаются Эти слова Мир мой Даю Вам Нам конечно же Некомфортно Нам плохо Нам тяжело Нам страшно Потому что все то Что несет нам Каждый новый день Оно к сожалению Не к лучшему Не к добру А все тяжелее Тяжелее И тяжелее Я только Пытаюсь себе Представить Картину В которой Адам Наблюдает Как листья Вдруг начали Желтеть И падать И он понимает Что это результат Его греха Это Скорее всего Воспринималось Им Как Некая трагедия Вселенной В результате Его действий А представьте себе Ноя Который Вот только что Открылась Эта дверь Ковчега И он смотрит На весь этот ужас Который Буквально Год Этого Водяного Нашествия Искорежило Изувечило Всю планету Которая Раньше Была Весьма Привлекательна Интересна И Глаз Радующий А Небывалый Ранний Катаклизм Когда Содом И Гамора И все окрестности Горят Такого Раньше не было Ужас Как себя Чувствовали Эти люди В недоумении В страхе В неведении В безнадежности Я представляю Сколько людей Тогда Обращалось К Богу Боясь От того Что день Грядущий Готовит Представьте Себе Страх И ужас Израильского Народа Он Много раз Побывал В плену В рабстве Но вспомните Историю Это было В момент Самсона Когда Израильский народ Прятался В горах В ущельях Когда Они Не знали даже Как сохранить Пищу Как прокормить Семью Потому что Филистимляне Как саранча Находили на них Отбирали Съедали все Оставляя За собой Только разруху Голод И нищету Разве это была Не пандемия Того времени Несчастье Которое навалилось На их голову По какой причине Это другой вопрос Потом Вавилон Вавилонское нашествие На Израиль Которое также Унесло все Старшее поколение Пожилое поколение Которое осталось Там на месте У них не осталось Никакой надежды Ценности Все что принадлежало К святому И к храму Было унесено Юноши и девушки Их будущая надежда Была уведена Куда дальше? Что дальше светит? Да ничего Это трагедия народов А давайте Иосифа вспомним Еще на миг Мы его в последнее время Частенько вспоминаем Представьте себе Молодой юноша Чуть-чуть старше Чем Наш друг Алексей Тебе 14 ему было Около 17 лет Родные братья Продают его в рабство Все его чаяния Все мечты Все то Во что он вкладывал В свои надежды Направление жизни Рухнуло в одночасье И кажется Бесповоротно Никаких шансов Никакого будущего Раб на чужбине Без мамы рядышком Без церкви Один на один С языческими Рабовладельцами И эхом мы слышим Мир мой Даю вам Мир вам Братья и сестры А в ответ Хочется кричать Доколе Господи Доколе Когда же вот это все Уже закончится Да Когда мы читаем Псалом Асафа 72 17 стих Там мы читаем о том Что Все это Асаф перечисляет Да И дальше он пишет Доколе не вошел я в храм И не увидел Кончины их Да Там фраза Доколе Она светлая Потому что Асаф Как бы Фиксирует Он свидетельствует Он заявляет о том Что все вот это Что я вижу Это временное благоденствие Не честивых Оно когда-то Прекратится Потому что Там в храме Там во святом святых Идет совершенно Другая система Ценностей Отсчета И оценки Но Это в конечном счете Доколе не вошло В храм И сегодня У нас нет Сомнений Что в Господе Иисусе Христе Мы Победили Но как быть сегодня Когда родные И близкие Когда дети Которые Только-только Кажется Закончили школу Кто-то Закончил учебу И хотел бы Влиться в новую жизнь А его На этой неделе Его Еще многих-многих Его друзей Одногодок Расстреляли Во время Национального Конфликта Как быть родным Как быть нам Когда наши близкие Уходят из жизни Как быть Говорить мир вам Все нормально Все спокойно Или кричать Вместе с вами Сестра Неля Доколе Господи Кричать громче Все вместе Господи Пожалуйста Останови это уже Потому что сил больше нет Страшно заходить в квартиры Страшно идти в школу Страшно отпускать детей Боясь Что они могут сегодня Не вернуться обратно И мы их отвозим Я к сожалению Своего не отвожу уже А частенько Пишу Потому что на телефон Не попадает Так я ему голосовое сообщение Отправляю Данек у тебя все в порядке Да папа долетел Спасибо все в порядке Данек ты прилетел Да папа все в порядке Встретился Да все хорошо Кто рядышком с детьми Здесь многие Здесь многие я знаю Отвозят детей Привозят детей Сегодня Уговаривают ее Уговаривают ее А можно мама Я поиграю немножко в лего Потом вернусь Да учусь Она говорит Нет сынок Вот когда выполнишь Вот это задание Потом пойдешь Поиграешь И вот он сидит Там идет Что-то елозит Мы устали Но в таком случае Мама Хотя бы спокойна Что сынок Напротив нее А не где-то в школе Который Возможно вечером Не придет домой Есть еще одна фраза Доколе Господи В книге Откровения В шестой главе В девятом стихе Там Иоанн записывает слова И когда он снял пятую печать Я увидел под жертвенником Души убиенных За слово Божье За свидетельство Которое они имели И возопили они Громким голосом Говоря Доколе Владыка Святый истинный Не судишь И не мстишь Живущих На земле За кровь Нашу Да Сегодня мы опять-таки Не о мести Сегодня эту фразу Доколе Я даже больше Озвучиваю Не с попыткой Кого-то Наказать Или кому-то Отомстить Просто хочется уже Чтобы Нити Эмиграционные Да Ни работа Ни деньги А чтобы уже Быстрее пришел Христос И была поставлена Эта жирная точка В великой борьбе Между добром и злом Чтобы В ответ на вопрос Доколе Услышать Мир Вам Когда все здесь Когда греха уже больше нет Когда все спокойно Там в ветхом завете Пророк Исаия В 41 главе В 10 стихе Говорит Не бойся Ибо я с тобою Не смущайся Ибо я Бог твой Я укреплю тебя И помогу тебе И поддержу тебя Дестницею Правды Моей Это всем тем Кто страдал и переживал В одиночестве В болезни В лишении В рабстве Иисус Христос Обращался тогда Не бойся Ибо я с тобою В новом завете В Евангелии От Матфея 28 главе В 20 стихе Он говорит И сея с вами Во все дни До скончания века И поэтому Тогда Когда тебе Что-то непонятно Помни Я с тобой И мир Который есть у меня Будет У тебя Он будет Твоим миром Потерпи только Сегодня Как Брат Анатолий Пастор Обратился к Алексею И сказал Потерпите Дайте время Это все Решенные вопросы Надо верой Принять И дождаться Все вы Скорее всего Знаете уже о том Что В понедельник Не стало Нашего дорогого Брата Данила Данилович Ребанда Многие знают Его лично Общались С ним Тяжело Говорить Когда так Близко Был С человеком Я Данилович 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 Мы еще не видим Завершение Или говоря Говоря Временами Греческого Языка Совершенное Действие Или совершенное Время Мы еще Мы еще Вестница Вестница Божия Данилович Данилович Играющих Взятые Данилович Данилович Школы Испытаний Они шли По земле Узким Путем Они Очищались В горниле Страданий Ради Иисуса Они Переносили Озлобление Ненависть И клевету Они Следовали За ним За Господом Превозмогая Тяжкую Борьбу Они Проявляли Самоотречение И переживали Горькие Разочарования На своем Личном Мученическом Опыте Они Узнали Тяжесть Греха И его силу Чувство Вины И горя Которое Грех Приносит Они С отвращением Стали смотреть На него Сознание Безграничной Жертвы Принесенное Ради Избавления От греха Смотрят Смиряет Их В собственных Глазах И наполняет Их Сердце Признательностью И хвалой Чего Никогда Не смогут Оценить Непавшие Существа Их Любовь Сильна Потому что Им Многое Прощено Будучи Соучастниками Христовых Страданий Они Могут Разделить И его Славу Наследники Божьи Сошли С чердаков Вышли Из укрытий Тюремных Камер Спустились С эшафотов С гор Появились Из пустынь Подземелий И морских Глубин На земле Они терпели Недостатки Скорби Озлобления Миллионы С позором Сошли в могилу Потому что Решительно Отказались Подчиниться Обольщением Сатаны Человеческими Судями Судами Вернее Простите Они были Признаны Отъявленными Преступниками Но теперь Судья Есть Бог Теперь Земные Решения Пересматриваются Господь Бог Снимает Поношение С народа Своего И назовут Их Народом Святым Искупленным От Господа Он постановил Что им Вместо Пепла Достается Украшение Вместо Плача Илей Радости Вместо Унылого Духа Славная Одежда Это Уже Не измученные Страдающие Рассеянные И преследуемые Люди Теперь Они навсегда Будут вместе С Господом Они стоят Пред престолом Облеченные В одежды Более великолепны Чем те Что носили Самые Великие Мира Сего Они Увенчанные Такими чудесными Венцами Которые Никогда Не украшали Чела Земных Монарков Дни плача Истинаний Прошли Навсегда Царь Славы Отрет Слезы Со всех Лиц И никаких Причин Для скорби Боли не будет Взмахивая Пальмовыми Ветвями Они поют Песнь Хвалы Чистую Сладостную Мелодичную Все голоса Сливаются И могучий Гимн Сотрясает Небесные Своды Спасение Богу Нашему Сидящему На престоле И агнцу И все Небожители Единодушно Отвечают Аминь Благословение И слава И премудрость И благодарение И честь И сила И крепость Богу Нашему Во веки Веков В этой жизни Мы можем понять Чудесный план Искупления Только Отчести Своим Ограниченным Умом Мы можем Попытаться Осознать Позор И славу Жизнь И смерть Справедливость И милость Которые Встретились На кресте И тем не менее Даже при максимальном Напряжении Умственных Способностей Не постигнем Полного значения Того Что произошло На Голгофе Долготу И широту Глубину И высоту Искупленной Искупительной Любви Мы представляем Весьма Смутно План Искупления Не будет Вполне Понят Спасенными Даже и тогда Когда спасенные Увидят Как они Видимы И познают Как они Познаны Но на напряжении Всей вечности Их изумлению И восхищенному Взору Будет постоянно Открываться Все новые И новые Истины Хотя Бедствия И страдания И искушения Окончатся Потому что Будет удалена Их причина И все же Народ Божий Будет Всегда Ясно понимать Какова Цена Их Спасения Я читал Эти строки Мир Покой Наполнили Мое сердце Да Коли Да Конечно Господи Очень устали Когда уже дети Малые дети Говорят Господи Ну когда же Ты придешь А нам Пожившим Чуть более Чем дети Это еще Более понятно Но В контексте Этих строк Становится Все ясно Все понятно Пусть даже отчасти Но все равно понятно И когда мы читаем слова Одни из самых последних Священном Писании В книге Откровения 22 главе 20 стих Свидетельствующий сие Говорит Ей Гряду Скоро Аминь Автор Продолжает Отвечать Ей Гряди Господи Иисусе Помолимся Дорогой Господь Нашему терпению Кажется уже Наступает Предел Хотя ты говоришь Запаситесь Долготерпением Так тяжело Переключиться На него При виде всего Того Что нападает Или постигает Каждого из нас Нам не все Понятно Но Самое принципиальное Мы знаем Ты всесильный Бог Ты Победивший Спаситель Ты верный Своим Обещаниям И обетованиям Бог Поэтому Даже тогда Когда Есть Непонятные Моменты В нашей жизни Мы продолжаем Верить Продолжаем Говорить Гряди Господи И говорим Тяжело Господи Но мы принимаем Твое обетование О котором Ты говоришь Мир мой Даю вам Мы принимаем Твое обетование В котором Ты говоришь Все Грядут скоро Поэтому В ответ Господи Мы только Запасаемся Терпением И говорим Гряди Гряди Господи Иисусе Во имя Иисуса Христа Спасителя нашего Аминь Иисусе Малинь Аминь Иисусе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok